Народ, всем привет! Вы находитесь на канале Технобар Плюс и сегодня у нас распаковка флагмана от компании Poco, а именно Poco F3. Данный смартфон приобретался в магазине Comfy за сумму 11999 гривен. Рекомендую всем жителям Украины этот магазин. Там всегда самые вкусные цены и официальная гарантия. Друзья, внимание, это очень важно, особенно на китайские бренды. Итак, друзья, ну что, приступим к распаковочке. Как мы можем видеть, смартфон я взял даже не проверяя. Итак, сразу же снимаем пленочку. Так, все делаем, друзья, вместе с вами. Кстати, друзья, что по описанию упаковки. Снимем пленку совсем. По описанию смартфон у нас идет в цвете Arctic White, что в переводе с английского арктический белый. Оперативной памяти 6, 128 гигабайт постоянной памяти. Выпущен смартфон в марте 2021 года. Поддерживается Hi-Res Audio. Свежий смартфон. Все в фирменных цветах компании Poco. Это желтый, это черный, как мы можем видеть. Ну, коробочка, в принципе, стандартная. Такая же практически, как у Poco X3 Pro. Будет ли кардинальное отличие этих двух смартфонов? Будем вместе с вами, друзья, разбираться. По данному смартфону еще будет много различных обзоров, в том числе тест-камеры. Итак, коробочка. Ну, и опять же встречает нас надпись. Welcome to Poco Family. Добро пожаловать в семью Poco. От генерального директора Кевина Чу. Я так понимаю, они будут теперь вкладывать это в каждый смартфон, начиная с этого года. Итак, друзья, пока коробочка в сторонку. Сам смартфон, вот, можно, да, за язычок можно вытянуть. Уже хотел поругать. Нет, тем не менее. Итак, друзья, что у нас идет еще по комплекту? Картонная вставочка. Вот, кстати, друзья, такой нюанс. Почему-то в смартфонах от компании Redmi, ну, хотя это, в принципе, одно и то же, Redmi Note 10. Там совсем другая ванночка, как-то комбинированная. Здесь вот этот кусочек картоночки. Ну, это смартфон стоит 12 тысяч гривен. Redmi Note 10 стоит 5 тысяч гривен. И, тем не менее, вот так. Так, зарядное устройство у нас идет в комплекте, друзья. Ну, наверное, стандартно, скорее всего, на 33 ватта. Да, так и есть. Вот компания Xiaomi на 33 ватта. Его пока отлаживаем в стороночку. Будем тестировать скорость заряда. Поскольку, друзья, в данном смартфоне уже идет новый процессор Snapdragon 870. Идут у нас уже стандартный кабель USB-USB-C с оранжевыми коннекторами. Говорит о том, что кабель пропускает больше 3 ампер ток. Около метр двадцать длина кабеля. Пока откладываем коробочку в сторонку. Итак, что у нас в коробке идет? Скрепка для извлечения сим-лотка. Наклеечки, друзья, куда же без них? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 наклеек. Как мы можем видеть, куда их клеить? Каждый для себя решит сам. Инструкции, друзья, и гарантийный талон. Инструкции идут у нас на английском. Это я уже точно вижу. На украинском также и на русском. То есть, они есть уже круто. Далее, друзья, у нас идет вот такой вот конвертик интересный. USB-C на 3,5 мм для наушников. Этот конвертик говорит о том, что в смартфоне нет разъема 3,5 мм джек. Ну и, как мы можем видеть, стандартный идет вот такой вот переходничок. В принципе, друзья, они качественные. И я думаю, что он будет служить. Хотя я использую наушники беспроводные от компании OPPO. На которые, кстати, об опыте использования будет отдельный обзор. Чехол, друзья. Вот чехол идет в комплекте. Ну, чехол, скажем так, специально здесь пупырчатый. Такой идет, мелкий. Дабы не прилипал к смартфону. Итак, защита камеры есть. Все, сейчас будем разбираться непосредственно по смартфону. И в чехол его, соответственно, облачим. POCO F3 на самом смартфоне написано Qualcomm Snapdragon 870 с 5G на борту. По 7-нанометровому техпроцессу сделан процессор Qualcomm Snapdragon 870. И максимальная тактовая частота его, друзья, до 3,2 ГГц. Это круто. Ну, то есть, это можно свободно назвать его спокойно игровым смартфоном. Если учесть вот эти все показатели. Вот то, за что мне понравился этот смартфон. За что я его приобрел себе. 120 Гц. 6,67 дисплей. Super AMOLED дисплей. Dolby Atmos. Присутствует функция в динамиках. И high-resolution камера. Но здесь стоит старенький сенсор. Но, друзья, поскольку здесь другой стоит процессор, соответственно, алгоритмы обработки изображения и видео будут другие. Посмотрим, насколько он будет лучше. Я не готов пока, как говорится, забегать наперед. Но я хочу сложить свое собственное мнение относительно фото возможности. Здесь стоит сенсор от Sony IMX582. Все тот же, который стоит вот в этом смартфоне за 5000 гривен. Это Redmi Note 10 на минуточку. Камера на 48 мегапикселей тройная. Ну и инновационная система с микрофоном. Ну, ладно. Будем открывать. Вот так приятно. Открывать новые смартфоны. Пленочку. Пока откладываем коробочку в сторонку. Вот это все добро так же. Ну, что я вам хочу сказать, друзья. Снимаем сразу вот эту вот наклеечку. Которая тут довольно-таки легко приклеена. Ну, нормально. Матовое стекло. Матовое стекло. Ну, скажем так, оно как бы перламутром немножечко так отливает. Перламутровое стекло. Но, как на мой взгляд, это что-то новенькое. Я еще такого не видел. Исполнение вот этого всего. Как на мой взгляд, это уже какая-то как вот как жемчуг. Такой цвет, как Arctic Ice. Но, тем не менее, он такой как жемчужный. Скажем так. Здесь название Poco 5G. Надпись говорит о том, что в смартфоне установлен процессор, который поддерживает стандарт связи 5G. То бишь, в него встроен X50 модем. Ну, а здесь сертификационные надписи Made in China. Дизайн Poco и так далее. Друзья, что касается спинки. Спинка мне нравится. Вот бывает, знаете, с первого раза. Либо она нравится, либо она не нравится. Мне нравится однозначно. Тут идет вот такая вот ступенчатая, как мы можем видеть, камера. Камера, конечно же, выпирает. Идет первая ступень, стеклышко. И вторая ступень, непосредственно уже блок камер. Здесь у нас идет датчик освещенности. Название 48 мегапикселей. Тройная камера, трипл камера. Двухтоновая идет вспышечка. Микрофон, друзья. Микрофон, я так понимаю, для зума. То есть, если сфокусироваясь на каком-то объекте, то есть, целенаправленно идет здесь запись звука непосредственно с того места и того объекта, на котором мы сфокусировались. Естественно, одушевленного. Вот. Ну, либо на каком-то музыкальном объекте мы сфокусировались. К примеру, там, не знаю, музыкальный центр. И хотим записать, к примеру, звук. Ну, это такое. Далее, что тут еще? Идут у нас три камеры и микрофон. Честно говоря, друзья, такое исполнение мне нравится. Это что-то новенькое. Если посмотреть вот так вот, оно так похоже, как будто это какой-то магнитофон. Вот. Сеточка микрофона идет тут. Ну, довольно-таки интересно. Это, скажем так, это новшество. Вот компании Poco, я не знаю, там, Xiaomi, Redmi. Poco, это же суббренд, наверное, все знают. Компания Xiaomi. Итак, друзья, вот это исполнение мне, честно хочу вам сказать, заходит. Очень даже заходит. То, что здесь нет вот этого углубления под сканер отпечатка пальцев, он же кнопка включения и выключения смартфона, мне уже нравится. Это лайк. Кстати, друзья, лайк этому видео авансом, подписка на канал, друзья, и комментарий от вас, какой угодно, какой считаете нужным. Задавайте вопросы по данному смартфону, естественно, буду отвечать, ни один подписчик не останется без ответа. Как-то так. По правому бортику у нас идет металлическая рамка, кнопка включения-выключения смартфона, дактилоскопический датчик. Датчик. Интересно, смартфон, да, заряжен у нас. Включаем, первое включение. Качелька регулировки громкости. Поверху, друзья, идут у нас динамики. Кстати, тут стерео крутое. Здесь идет динамик, здесь идет у нас, друзья, микрофон для шумоподавления, фальш-отверстие и инфракрасный порт. Кстати, друзья, вот обратите внимание, инфракрасный порт для управления техникой, обратите внимание на вот этот вот, скажем так, снятую фасочку торца. Мне такое исполнение очень нравится. Кому такое тоже, кстати, исполнение нравится, друзья, пишите в комментариях, если у вас, возможно, такого плана смартфон. По левому бортику, друзья, тут у нас ничего, пусто. Снизу идет динамик, второй, то бишь динамик. Микрофон разговорный, разъем Type-C и идет у нас слот для карт памяти. Сразу же проверяем, какой у нас здесь идет слот. Почему-то он, кстати, друзья, что-то тут у меня уже открылось. Почему-то слот туго открывается. Возможно, это в первый раз, но тем не менее он открывается. Ура! Ну, как-то очень туго. Да, тут идет на две сим-карты формата Nano. Напомню, здесь память 128 гигабайт. Ну, как на мой взгляд, это, конечно, маловато. Ну, в принципе, терпимо, как говорится. Да, тут идут две сим-карты формата Nano. Все. Итак, друзья, что хочу вам сказать. Ну, MIUI 12 сейчас я, естественно, запущу. Все при вас. Русский язык. Далее. Украина, регион. Google клавиатура. Да-да-да. Я согласен со всем. Далее, вставьте сим-карту. Пропускаем. Пропустить. Все тут принимаем. Ну, настройка. Пропустить. Отпечатки пальца. Это все потом. Готово. Довольно-таки быстрая настройка, хочу вам сказать, друзья. Ну, сейчас, пока настраивается смартфон, вставим его в чехол, посмотрим. Кстати, здесь идет у нас такая фронталочка аккуратненькая с серебристым ободочком, как мы можем видеть, друзья. Идет прорезь микрофона. Вернее, не микрофона, а динамика. Какая-то загрузка приложения идет. Ну, как на мой взгляд, друзья, сказать, что рамки тут совсем уж маленькие, как многие писали, нет. Я такое сказать не могу. Во-первых, ну, как бы есть вверху рамочка, скажем так, не повторяющие нормально углы. Это есть. Рамка вверху, ну, приблизительно, наверное, миллиметр, миллиметра два. По бокам та же история. Внизу, наверное, скорее всего, миллиметра три, я бы даже сказал. Как-то так, друзья. Есть в чехле, кстати, заглушечка. Ну, как вам сказать, в чехле он, конечно, смотрится неплохо. Вот я сейчас взял его. Что касается защиты камеры, кантик вот такой вот на чехле, он защищает. Как нажимаются кнопки? Кнопки, конечно, нажимаются туговато. Ну, да ладно, я думаю, чехол, в принципе, еще, как говорится, разносится. По левому бортику ничего нет. И, вы знаете, мне довольно-таки это импонирует. Но, тем не менее, есть вырез, видите, в чехле. Все равно, такое впечатление, вот как будто, как на Poco X3 NFC или X3 Pro. Такая же ситуация. Телефон эргономичный, в руке круто лежит. Как на мой взгляд, экран сочный. Ну, предварительно. Сейчас мы сразу же, друзья, посмотрим, какая частота здесь выставлена. Смартфон стандартно подтормаживает. Вот 60 Гц выставлена изначальная частота. Вот видите, как он долго. Это новый процессор, друзья. Ну, ставим 120 Гц. Посмотрим, что будет. Яркость сразу же, автояркость. Выключаем. Чехол, видите, сразу же, друзья, какого плана. То есть, цепляться края будут. Пленочка с завода поклеена, как мы можем видеть вот здесь, вокруг камеры. И, ну, на всем дисплее, естественно, поклеена пленочка. Ну, что сказать, друзья. Конечно же, конечно же, сказать, что прям вау, я не могу. 120 Гц. Посмотрим, конечно, как он будет из себя показывать впоследствии. Как бы, всякой китайщины накачано. Тут и PUBG, и какой-то Тайл Фан, Netflix. Зачем оно нужно? Все будет это удаляться. Экран, конечно, сочный. Сейчас поставим какую-то другую обоину. Посмотрим, что она нам даст. Это обоина. Ну, обои тут стандартные. Конечно же, плавная картинка, 120 Гц, как вы можете видеть. С этим полный порядок. Ну, в принципе, это обоина нормальная. Мои живые обои, живых обоев никаких нет. Супер обои. Ага, друзья, вот еще нюанс. Кстати, как на мой взгляд, вот супер обои, эти, ну, это все надо будет скачивать. Тут уже есть. Допустим, если мы сравним по-быстренькому вот так вот с обоями, вот на смартфоне Redmi Note 10, Redmi Note 10, экран, вернее, по-другому немножко сделаем. Вот обои. И по меню, по меню включаем обои. Тут, конечно, таких обоев, друзья, нет. Вот, как мы можем видеть, здесь вот этот третий пункт добавлен, супер обои, а здесь его нет. Но, это новинка, для смартфонов Poco F3, конкретно, наверное, скорее всего. Хотя обои, в принципе, здесь, ну, практически все одинаковые, как мы можем видеть. Вот, вот интересные тоже черненькие обои. Ну, вообще темные обои, конечно. Нужно, как на мой взгляд, это мое личное мнение, обои ставить такие, какие, чтобы они показывали всю красоту экрана. В конце концов, друзья, мы платим за это. Мы платим за это, мы должны получать лучшее, ну, и как на мой взгляд, я считаю, что нужно весь потенциал смартфона, как бы, открывать для себя, понимаете? То есть, в этом плане все окей, как на мой взгляд. Вот. что еще вам хочу сказать, друзья, кратко по смартфону, пока мы его смотрим, характеристики его, этого смартфона, кстати, по весу смартфон, мне кажется, легкий, и 196 грамм, по-моему, мне кажется, он намного легче, конечно, чем Poco X3 Pro, но все это будет сравниваться. 6,67 дюймов дисплей, друзья, диагональ, 2400 на 1080 пикселей, Full HD разрешение, AMOLED дисплей, 120 Гц, Gorilla Glass 5 спереди и сзади, смартфон поддерживает 5G, Android 11, друзья, сразу проверяем, из коробочки идет, да, действительно, простите, Android 11 из коробки идет, версия 1202, но еще все будет проверяться, возможно, какие-то обновления, смартфон на процессоре Snapdragon 870, это свежий процессор, пришел он на смену процессору Snapdragon 865+, частота процессора 3,2 ГГц, заоблачная частота, максимальная процессора, то есть для игр этот смартфон подойдет спокойно, графический чип здесь Adreno 650, жидкостное охлаждение организовано в смартфоне, оперативная память 6 ГБ, постоянная память 128 ГБ, отдельный слот для карт памяти, друзья, по характеристикам он есть, но его как бы нет, не знаю, для чего это пишется везде, но тем не менее, вот как-то так, мы с вами убедились, что тут 2 нано-сим-карты и все, тройная камера на 48 Мп, на 8 и на 5, и фронталочка у нас, друзья, идет на 20 Мп, все это будет тестироваться, естественно, Wi-Fi, версия Bluetooth 5.1, NFC присутствует, также можете расплачиваться данным смартфоном, в магазине за свои покупочки, USB Type-C, вот классно, кстати, заглушка, здесь сделана нормально, чехол здесь хоть тоньше, но хочу вам сказать, он не делает смартфону, такой, каким-то, кинг-конгом, как многие чехлы, не знаю, возможно, я буду какой-то другой чехол приобретать, на данный смартфон, но тем не менее, пока так, 4520 мАч аккумулятор в смартфоне, есть быстрая зарядка, по стандарту, Quick Charge 4.0, 33 Вт комплектная зарядная, друзья, есть в смартфоне, вот, с кабелем классным Type-C, ну и, соответственно, материал корпуса идет, здесь стекло, стекло Gorilla Glass, а по бокам идет у нас металл, размеры смартфона, 163 на 76 и на 7,8 миллиметра, тоненький смартфончик, мне это нравится, 196 грамм вес его, друзья, ну, как на мой взгляд, в руке сидит классно, вот, вот так он выглядит, цвет очень мне понравился, я бы сказал, он не Arctic Ice, а жемчужный, сейчас я достану его из чехла, жемчужно белый, вот такой, если можно так выразиться, матовое стекло, конечно, то, что стекло, мне смартфоны стеклянные не нравятся тем, что, да, это, конечно, премиальный материал, но, тем не менее, как на мой взгляд, стекло, это все-таки ненадежно, оно в любом случае, так или иначе, бьется, если, как говорится, все мы люди, все мы человеки, выронить, не дай бог, вот как-то так, друзья, ну, надеюсь, с этим смартфоном ничего плохого не произойдет, вот, ну, это была распаковка флагмана от компании Poco, а конкретно Poco F3, кому понравилось видео, ставим лайк, кому не понравилось видео, ставим дизлайк, в любом случае, друзья, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии, конструктивные, неконструктивные, возможно, кто-то использует уже данный смартфон, опишите свои впечатления, мне будет очень интересно провести с вами диалог в комментариях, друзья, с вами был канал Технобар Плюс, всем удачи, всем пока, берегите себя.